Говорят, эти камни могут дать большую силу волшебства. Но только получить эту силу не так уж и просто. Существует пророчество. Ой. Ставь лайк и жми на красную кнопку. Думаю, пришло время слетать в заброшенное подземелье и посмотреть, что там спрятано. Собираемся все в штабе супергероев. Хорошо, уже лечу. Я Супер Мэрика. Вот вы знаете, что нас ждет в этом подземелье? Правильно, не знаете. И я не знаю. А вдруг там что-то страшное спрятано, а? Что тогда? Интересно, а что здесь написано? Ой, мама. Что такое? Вы чего на меня так смотрите? Просто у тебя теперь есть руки. Уберите их. Уберите их от меня. Клубочек, тебя что-то волнует? Неужели заметили? Вы вообще думаете меня спасать? А тебя надо спасать? Конечно. У меня из-за вас вон руки выросли, которые, кстати, мне совсем не нужны. Почему это из-за нас? Как это почему? Это же вы заставили меня с вами в подземелье идти? Вы. Значит, вы и виноваты. Так что давайте собирайтесь, супер девочки. Хватит сидеть, нужно что-то делать. Клубочек, мы же договорились. Сначала Чуки-Чик узнает, что это за камень такой и как он действует. А потом мы уже и решим, что нам делать дальше. Да, вообще умные люди сначала думают, а потом уже делают. Значит, пока вы умные будете здесь сидеть и чего-то там себе думать, я должен с этими руками мучиться? Так что ли? По-моему, ты преувеличиваешь. Нормальные руки, как у всех. Нормальные? Нормальные? Да они живут какой-то своей жизнью, делают что захотят. Я им говорю одно делать, они совсем другое делают. Вот вам ваша собственная рука когда-нибудь на голову стакан воды выливала? Нет? А мне выливала. Ну, Клубочек, миленький, ну потерпи еще чуть-чуть. Значит, вы не собираетесь ничего делать, да? Собираемся. Вот дождемся, когда Чуки-Чик нас в штаб вызовут и сразу начнем спасать тебя от твоих же рук. Ну и ладно, без вас справлюсь. Кто же мне супер девочки-защитники добра? Клубочек, ты что здесь делаешь? Иди сюда скорее, пока тебя никто не увидел. Привет, Нарико. Привет, а ты чего пришел? Случилось что-то? Случилось. У меня вон руки выросли. Ну да, я знаю. И что? Как это что? Вы делать вообще что-то собираетесь? Вот узнаю, почему у тебя выросли руки. И все решим. Просто сначала надо все хорошенечко обдумать. Да-да, я знаю. Умные сначала думают, а потом уж делают. Ну да. Все с вами ясно. Ладно, Нарико, пока. Клубок, ты куда? Ну не обижайся. Как думать им все надо? Хм, тоже мне. Настоящие герои действуют, а не думают. Не, они меня доконают. Пеппа, собирайся. Нас вызывают в штаб супергероев. А я сейчас позвоню Нарике. Кстати, ты не видела, где клубок? А то я его по всему дому ищу. Нет, я после нашего разговора его не видела. Может, он уже в штабе? Может быть. Где же ему еще быть? Ну давай, собирайся и полетели. Ну, рассказывайте, что узнали. Вот, смотрите. Да, это он. Это тот камень. Это камень силы. Точнее, один из них. Когда-то давным-давно самые сильные волшебники сказочного мира создали три камня силы. Говорят, эти камни могут дать большую силу волшебства. Но только получить эту силу не так уж и просто. Существует пророчество. Когда трое соединятся в одно и станут на защиту добра, тогда камни подарят свою силу достойным. И? Что это значит? Ну, тут как раз все понятно. Когда трое объединятся в одно, это мы втроем объединились в сказочный патруль и стали на защиту добра. Неясно другое. Какую силу мы получили от этого камня? Силу получил пока только кто-то один из вас. Вас трое и камни трое. Каждому по камню. Но этими силами вы сможете пользоваться только тогда, когда найдете все три камня. И спрятаны они, между прочим, в разных местах. Ну, значит, будем искать. Нашли один, найдем и другие. А как же клубок? Почему у него руки выросли? Ну, мы думаем, что это был какой-то побочный эффект. Кстати, а где клубок? Он сюда что, не приходил? Нет. Чук, ты можешь как-то его отследить? Сейчас попробую. Вот он. Идет он в подземелье. В подземелье один? Девочки полетели. Нужно клубочка спасать. И без девочек обойдусь. Что я маленький, что ли? Сам справлюсь. Вот и подземелье. Что-то как-то неспокойно мне. Вот были бы вы нормальными руками, оставил бы вас у себя. Так нет же, вы же у нас характером. Теперь вот по подземельям страшным ходить приходится. Ну, ничего, ничего. Я маленький, незаметный. Прокрадусь тихонечко. И никакое чудище подземельное меня не заметит даже. Там я быстренько расколдуюсь. Руки у меня исчезнут. И все, все будет как прежде. Да, ничего сложного. Сим-Сим, откройся. Так, ну и как же его включать? По-моему, папа просто потрогал эти надписи, и камень начал светиться. Хоть тут руки пригодились. Не работает. Может, я тут? Ничего. Осталось последнее. Хм, все оказалось не так уж и просто. А может, нужно сам камень потереть? Да, точно. Так и сделаю. Ой. Здрасте.